Азербайджан, являющийся многонациональным и многоконфессиональным государством, на протяжении многих веков был одним из главных центров исламской цивилизации. Он сыграл большую роль в становлении таких религий, как христианство и иудаизм, и в то же время в становлении мусульманского ренессанса. Азербайджан, который считается точкой пересечения Востока и Запада, исторически посредством коридора «Шелковый путь» вносил неоценимый вклад не только в экономические прогрессы, но и в развитие отношений между религиями и их различными течениями. Переход от года мультикультурализма, года исламской солидарности, свидетельствует о том, что Азербайджан последовательно реализует свою независимую политику. Азербайджан Азербайджан можно назвать абсолютно толерантной страной. Издревле здесь осуществляют свою деятельность различные конфессии, проживают в мире и в добром соседстве представители различных этносов и народов. Здесь нет никаких препятствий для деятельности мечети, церквей и синагог. 2017 год был объявлен в Азербайджане годом исламской солидарности. Интересно будет узнать по этому поводу мнение у представителей различных этносов и народов, проживающих на территории Азербайджана. Азербайджан мне сразу понравился. У вас очень дружелюбный народ. Обычно на иностранцев оглядываются в других странах. У вас такого я не замечала. К тому же у вас очень красивый город. Я знаю, что скоро у вас намечаются исламские игры. Мы уже собираемся приехать сюда. Еще раз уже в мае. Я приехал в Азербайджан 7 лет тому назад. Меня очаровал город Баку своей теплотой, гостеприимством, дружелюбным. Здесь не смотрят с высока, стараются даже помочь. Я был у вас на Евроиграх, собираюсь приобрести билеты и на исламские игры. Знаю, что вашей стороне этот год объявлен годом исламской солидарности. Стараюсь следить за происходящими событиями в Азербайджане, так как это уже моя вторая родина. Какой наш город замечательный. Я увидела, какая у нас прекрасная архитектура, какие у нас дома, какие у нас замечательные люди. Еще хочу сказать, у нас в этом году будут исламские игры, олимпиады исламские. Моя племянница тоже будет участвовать в этих играх как сервисный работник. Ну что я могу сказать? Не только исламская солидарность, мы дружим тут все. У меня очень много друзей и евреи, и русские, и азербайджанцы. Я замужем за азербайджанцем. И я надеюсь, что в нашем городе, в нашей республике так будет продолжаться всегда. В течение года мультикультурализма Азербайджан представил мировой общественности преимущество своей модели мультикультурализма и доказал, что представители различных вероисповеданий и народов могут жить в одной стране в условиях мира и благополучия. Азербайджан является неотъемлемой частью исламского сообщества и поддерживает успешные отношения с мусульманскими государствами. Является активным членом организации исламского сотрудничества. Помимо этого, председательствует в исламской организации по вопросам образования, науки и культуры. Азербайджан действительно является очень уникальной моделью сосуществования внутри религиозной солидарности. И в то же время солидарности и как бы сосуществования, мирного сосуществования разных религий. Например, есть очень известный ученый Рой Оливье. Он один из самых влиятельных ученых, французских ученых в мире. У него есть очень хорошая фраза. Он говорит, что Азербайджан является в мусульманском мире единственной страной, где все еще существуют мечети, где суниты и шииты вместе совершают намаз или другие молитвы. То есть, действительно, это уникально. Я был во многих мусульманских странах, и это очень уникальное время, когда не только они совершают намаз, например, может быть, что мечеть, я как, скажем так, если. Но я как сунит или шиит могу пойти в сунитский шиитский мечеть и там совершить намаз. И никто не, практически, ну, во многих случаях никто ничего не скажет. Но когда они вместе совершают намаз и совершают, то есть, как бы, так называемые джамайат намазы, вот это, конечно, очень уникальное явление, когда за сунитским имамом одновременно стоят и шииты, и суниты вместе, и совершают намаз. И в то же время происходит, например, если шиитский ахунт совершает намаз, и за ним стоят суниты и шииты вместе. Очень уникальное явление, и это подтверждаем не только мы. И, конечно, весь мир говорит об этом, и к нам приходит очень много гостей из рубежа, многих стран, и они это видят и говорят, что это действительно уникальная модель, которую можно преподнести, как бы, и продавать это, как бы, ну, в буквальном смысле, как в маркетинговом смысле. Можно сказать, можно преподнести, можно показать миру, что люди все-таки могут жить вместе. Успешная реализация идеи мультикультурализма не оставляет сомнений в том, что и год исламской солидарности добьется поставленной задачи. Напомним, что четвертые исламские игры солидарности объединят атлетов из 57 стран и будут проведены с 12 по 22 мая под лозунгом «Солидарность – наша сила». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова